Чем труднее для них победить в Украине, тем важнее для них становится такая страна, как Грузия. Им очень важно где-то победить. Я не помню никогда, чтобы Франция и Германия вот так поддерживали бы наше европейское будущее. Единственная страна, которая победит, если мы не получим статус кандидата, это будет Россия. Статус кандидата может даже стать катализатором политических перемен в нашей стране, потому что люди поймут, что у нас реальные шансы, что переговоры можно открыть быстро, если будет у нас правительство, которое хочет продвигаться по направлению Евросоюзу. Памятайте, совсем нещодавно в Грузии пройшли масштабные протести. Люди выходили на улицу, чтобы запобегти принятю закону про инагенти, который мог бы остановить европейский шлях страны. И эти протести были помечены на Заходе. Наразі Евросоюзи рассматривают возможность дать Грузии статусу кандидата члена ЕС, даже без выполнения части требований. Это важно, потому что таким чином есть, похоже, что поддерживать грузинское общество и не дать грузинской владею уйти и отдать страну в орбиту друзей Путіна. Проте, что вдастся этот план? Что действительно готова грузинская влада до евроинтеграции? Про это все мы сейчас поговорим с грузинским депутатом от партии ЛЛО Саламеса Мадашвили. Добрый день. И сразу же вопрос. В последнее время мы часто слышим источники из Брюсселя, что Грузии готовы дать кандидатский статус, даже несмотря на невыполнение некоторых условий. Главное – не допустить миграции Грузии в сторону России. Насколько, по-вашему, это реалистично? Спасибо за приглашение. Ну, знаете, мы что видим, это то, что сегодня Евросоюз поддерживает очень сильно политически то, чтобы Грузия стала страной кандидата в членство в Евросоюз. Мы слышали это от президента Макрона, мы слышали это от министра иностранных дел Германии, которая приезжала в Грузию недавно. И я не помню никогда, чтобы вот на таком уровне, особенно две страны, Франция и Германия, которые очень, ихняя позиция очень важна, вот так поддерживали бы наше европейское будущее. И это, конечно, обнадеживает. Но, с другой стороны, нам тоже говорят, что наше правительство должно дать шанс европейским друзьям, чтобы они поддержали статус кандидата, потому что сегодня это поддержка, скажу прямо, это поддержка грузинского народа, потому что наш народ показал очень четко в марте, вот когда старались принять закон об агентах, который бы просто закончил бы всякую вообще беседу о статусе кандидата, народ Грузии показал очень четко, что они выбирают европейское будущее. И когда поддерживают сегодня Грузию, это поддерживание народа и тоже геополитическая позиция, потому что, конечно, единственная страна, которая победит, если мы не получим статус кандидата, это будет Россия, потому что они и не скрывают, что это сегодня российская, скажем так, мечта, да, то есть у нас тут грузинская мечта называется правящая партия, на самом деле российская мечта, чтобы мы не получили статус кандидата. Но, к сожалению, с другой стороны, правительство сегодня не то, что недостаточно делает, а очень часто устраивает саботаж, скажем, вот прямо нашему успеху в Евросоюзе. И мне трудно сегодня прогнозировать, что будет. Вот в мае будет опубликован первый документ, где Евросоюз скажет, как они оценивают реформы, и посмотрим, какие будут оценки. Я думаю, что оценки не очень будут хорошие, но мы стараемся всячески все сделать тут, чтобы заставить правительство принимать те решения, которые ждут Евросоюз. И очень важно, что сейчас очень активно стало этим тоже, скажем, своей политической деятельностью. Главной темой выбрала Евросоюз президент Грузии. И посмотрим, если все эти старания приведут к тому, что, несмотря на наше правительство, мы не потеряем шанс и получим статус кандидата до конца этого года. Посмотрим, как это все выложится. Насколько этот шаг в сторону Грузии может быть эффективным? Если Грузия получит статус кандидата, это заставит правительство поменять свою политику? Статус кандидата – это один вопрос. А после этого должны начать уже переговоры, что называется accession talk. То есть уже переговоры насчет того, что уже процесс открывается только после того, как ты получаешь статус кандидата. Но от статуса кандидата и до переговоров, начало переговоров, тоже нужно очень много сделать. Поэтому я думаю, что если Евросоюз примет решение, что они дают статус кандидата Грузии, очень четко должны выложить, какие проблемы. То есть то, что правительство должно было сделать, что они не сделали, и что ожидается для того, чтобы уже открыть процесс переговоров. Потому что, знаете, я думаю, что если вот будет такая четкость со стороны Евросоюза, тогда статус кандидата может даже стать катализатором политических перемен в нашей стране, потому что люди поймут, что у нас реальные шансы, что переговоры можно открыть быстро, если будет у нас правительство, которое правда, то есть не формально, а правда хочет продвигаться по направлению к Евросоюзу. К сожалению, сегодня такого правительства у нас нет, потому что правительство грузинской мечты – это правительство, которому гораздо важнее, что о них думают в Москве, чем то, что о них думают в Брюсселе. А Москва не скрывает, что они не хотят, чтобы Грузия продвигалась вперед по направлению к Европе. Мы все это знаем, вы знаете из своей истории, что произошло с правительством Януковича, когда его сначала говорили, что вот НАТО проблема, а потом Евросоюз тоже проблемой стал. И сегодня, конечно, Россия занимается этим, чтобы помешать всячески продвижению в Евросоюз. И при этом правительстве, я думаю, что даже если мы статус кандидата получим, быстрого продвижения по направлению к Европе все равно не будет. И поэтому в повестке дня все равно будет смена власти. Я надеюсь, что это произойдет на следующих парламентских выборах, когда к власти придет уже демократическая коалиция, проевропейская демократическая коалиция, в которой я надеюсь и уверена, что наша партия ЛИЛО будет играть очень важную роль. Я хотел бы услышать вашу оценку. Грузинская мечта, она с самого начала была против европейских, пророссийской, либо же она все-таки начинала с проевропейских обязательств, был прогресс, безвиз Европы, соглашение правоассоциацию, и с какого-то момента началась эрозия проевропейского курса. Вот как вы думаете, был ли смена, либо ли с самого начала были настроены против Европы? Если мы посмотрим на историю, в 2012 году грузинская мечта, она не одна пришла к власти, это была коалиция, достаточно обширная коалиция практически всех политических ссыл, которые пошли против правительства Саакашвили, но среди них было много политиков и партий, у которых были связи в Западе. Никто не совнимался в том, что они правда проевропейского и прозападного настроя люди. И поэтому я могу вам сказать, что я была послом Грузии в Евросоюзе с 2005 до 2013 года. Когда Иванишили появился в политической жизни, на него смотрелись с большим подозрением на Западе, потому что вокруг него были люди, которые считались прозападными, поэтому у людей был такой настрой, что все-таки это прозападное правительство. И, конечно, все вот эти отношения с Евросоюзом, они выстраивались при предыдущем правительстве, потому что в 2012 году, когда сменилась власть, практически были закончены все переговоры насчет ассоциаций безвизового въезда в Евросоюз, свободной торговли. И, конечно, тогда у правительства не было никаких шансов, у Иванишили не было шансов сразу же отказаться от всего этого, потому что это бы просто привело к тому, что они бы очень быстро потеряли власть. Поэтому вот за эти 10 лет Иванишили потерял всех своих членов коалиции, которые были правда прозападники, они все уже ушли в оппозицию, и грузинская власть стала сменять свою ориентацию, мало по-малому. И дошло до того, что президент Грузии, которая была кандидатом грузинской мечты, вот она несколько дней назад в парламенте прямо сказала, что в 2021 году уже было ясно, что меняется курс нашей внешней политики при грузинской мечте. Так что это произошло, я бы сказала, шагами маленькими. И сейчас уже это все очень ясно видно всем, даже тем людям, которые голосовали за грузинскую мечту. Возможно ли, что грузинская власть сейчас делает шаги, похожие на закон про инагентов, которые сделают невозможным предоставление стране кандидатского статуса? Например, мы слышали, что, возможно, в ближайшее время Грузия восстановит авиасообщение с Россией, шаг против которого призывает не делать, его критикуют и ЕС, и США. Я не исключаю, я могу прямо сказать, потому что я думаю, что для России принципиально важно, чтобы мы не получили этот статус кандидата. Для них это очень важно, и они свои заготовки имеют, наверное, то есть что могут сейчас сделать, чтобы помешать этому. В этом смысле есть много чего, что может сделать грузинское правительство. Я хочу тоже сказать, что, допустим, сегодняшнее состояние, вот сегодня опубликовали независимый, есть независимый консилиум врачей, которые следят за здоровьем бывшего президента Саакашвили. Они сегодня сделали очень, я бы сказала, тревожное у них очень заключение, что у него просто, если его оставить в нижнем состоянии, у него немного времени вообще остается, чтобы выжить. И я могу сказать, что, да, у нас политические разногласия с бывшим президентом, но я могу вам сказать, что если с Саакашвили, если с ним что-то случится, это тоже закончит вопрос о кандидатском статусе. И на этом этапе, я думаю, что у Евросоюза просто не будет возможности принять позитивное решение. Так что много чего может еще произойти за эти вот 7-8 месяцев, которые сделают невозможным просто решение Евросоюза позитивное. А то, что у нас правительство, которое не то, что старается. То есть у нас вот ситуация совершенно неординальная, потому что, с одной стороны, это правительство, которое внесло аппликацию на Чеченство в Евросоюзе, а с другой рукой, это тоже правительство, которое устраивает саботаж успеху. Так что, что они будут делать? Ну, есть, наверное, у них свои закодовки, как помешать этому. То есть вы считаете, что задачей правительства будет не столько получение кандидатского статуса, как сделать то так, чтобы его не дали, но в этом можно было обвинить кого-то другого? Да. Вот их риторика к этому направлена, потому что они сейчас очень агрессивно нападают и на наших западных друзей, критикуют их, и на оппозицию. Там очень часто говорят, что оппозиция мешает. Сегодня вообще объявили, что президент Грузии, которая была ихним кандидатом, то есть эта грузинская мечта проспособствовала тому, что Салми Зуравишили стала президентом страны. Сегодня объявили, что она мешает, значит, и занимается саботажем будущего нашего европейского. Я думаю, что они в конце концов должны решить для себя. И когда я говорю о ней, я, в принципе, говорю об одном человеке, Бедзина Иванишвили, который является реальным decision maker, то есть он принимает все решения, на самом деле из тени, он не имеет сейчас никаких официальных полномочий, но на самом деле он принимает решения. Он должен решить, что ему важнее, то, чтобы в Москве были им довольны, или все-таки объяснить Москве, что он рискует очень многим, если он не получит статус кандидата, что грузинский народ просто не смирится с этим, и он может потерять власть. И вот если в Москве решат, что все-таки лучше держать, сделать все, чтобы Иванишвили удержался у власти в Грузии, и пускай получает этот статус кандидата Грузия, но зато ему будет легче удержаться у власти, ну, может, тогда они постараются получить статус кандидата. То есть это все зависит от того, как пойдет разговор с Москвой, и на что им, так скажем, дадут зеленый свет. Еще один важный момент. Кандидатский статус означает, что следующие выборы, которые пройдут в следующем году, парламентские выборы, должны быть, ну, если не безупречные, ну, по крайней мере, прийти до гораздо более высокого уровня, и вызвать куда меньшее количество критики со стороны Запада и независимых организаций. Готова ли сейчас правящая партия к такому? И как вы оцениваете сейчас их какие-то политические перспективы после мартовских протестов? Я думаю, что им будет трудно, потому что, во-первых, они очень пострадали политически, во-вторых, следующие выборы будут в Грузии пропорциональные выборы. Это впервые за историю Грузии современной. Без мажоритарки? Без мажоритария. А мажоритарии всегда использовали справящие партии в свою пользу. Так что, если бы в 2020 году у нас были бы пропорциональные выборы, они бы уже не удержались у власти тогда, то есть уже. А в 2024 году выборы будут пропорциональные. Но я уверена в том, что я что хотела сказать, если даже мы допустим, что статус кандидата получит Грузия в этом году, я уверена, что переговоры уже насчет вступления не откроют до того, как не проведут выборы. То есть выборы будут очень важным моментом во всяком случае, получим мы статус кандидата или нет. И поэтому мы сейчас говорим, что вот тоже, когда с нашими западными друзьями разговаривают о том, что нам сейчас нужно в Грузии, это, конечно, нужна мощная, очень серьезная помощь, чтобы выборы прошли свободные и демократические выборы, потому что иначе, если Иванишевили опять постарается манипулировать процессом и удержаться у власти этим путем, Грузия может попасть, правда, в беду. То есть потому что я не думаю, что народ смирится. Не могу не спросить про отношения сейчас с Грузией и Украиной. С одной стороны, грузинская власть принимает украинских беженцев, помогает им. С другой стороны, мы видим, скажем прямо, антиукраинские заявления премьера про то, что враги Грузии пытаются ее украинизировать. Какое сейчас отношение грузинской власти к Украине? Несмотря на нашу власть, вы знаете, что грузинский народ сегодня считает, большинство нашего народа, что Украина сегодня борется и за наше будущее. И, конечно, для нашего народа очень важно, чтобы Украина победила быстро. и я хочу просто уверить вас в солидарности грузинского народа. И, к сожалению, правительство делает заявления, которые очень расходятся с мнением большинства грузин в этом смысле. Я думаю, что отношение у них к Украине сегодня, я бы назвала то же самое, что с Евросоюзом. То есть это формальная поддержка, то есть формальная декларация, вроде бы, что, да, конечно, там, не знаю, они поддерживают, а на самом деле, конечно, те заявления, которые они делают и насчет санкций, и как они говорят о лидерах украинских и какие эти заявления делают, это просто показывает, что тут то же самое, что с Евросоюзом. Они думают о том, кто слушает их в Москве и как Москва воспринимает ихнюю позицию насчет Украины. Для них не важно, как вы воспринимаете их позиции, не важно, как Запад воспринимает их позиции, тут важно, чтобы в Москве считали, что, в принципе, Тбилиси сегодня ведет политику, которая для них приемлема, и они это и говорят. То есть единственное, где сегодня аплодируют позиции Грузии, это в Москве. Зачем это России? Грузия настолько важна для них, для обхода санкций? Для России, чем они, вот, чем труднее для них победить в Украине, тем важнее для них, по-моему, становится такая страна, как Грузия, потому что им очень важно где-то победить, то есть показать, что они вот в своем, то есть в нашем регионе все-таки Россия смогла свои, достигнуть свои цели, и в Украине, если это становится все менее, менее возможно и реально, для них, конечно, растет тоже, скажем, вес Грузии Грузии в этом смысле, потому что я уверена, что Россия хочет на самом деле, вот, если бы у них была возможность, чтобы на следующих выборах Грузии уже сменилась власть на открыто антизападную власть, просто это очень трудно достигнуть Грузии, потому что грузийский народ больше, чем 80%, 90% поддерживает наше будущее выбор в Союзе и в НАТО. Немножко провокационный вопрос, Грузинская Православная Церковь, ее роль в политических процессах и является ли она агентом влияния России? Ну, знаете, Грузинская Православная Церковь, конечно, для нас, очень, в нашей стране играет важную роль вообще в обществе, потому что ну, это символ ассоциируется с нашим суверенитетом, с грузинскими традициями, наше, ну, ихнее влияние очень важно. Знаете, я думаю, что, если посмотреть на историю, допустим, вот в 90-х годах грузинская церковь и вообще вот при церкви, да, скажем вот так, люди, они были в авангарде за борьбу за независимость Грузии и так далее, так что сказать то, что грузинская церковь работает на российский интерес, я думаю, что это неправда. Ну, конечно, как и везде в наших обществах и в Украине, и в Грузии, везде, где это важно, это правительство, церковь, медиа, журналисты и так далее, конечно, есть конкретные люди, которые, наверное, проводят ихние интересы, то есть конкретные люди, наверное, существуют, но грузинская церковь все-таки исторически, если посмотреть, во всех очень важных исторических моментах занимала позицию грузинского народа и государственно правильную политику, так что я уверена, что так и будет продолжаться, я надеюсь. И напоследок, последний вопрос, я знаю, что сейчас было очень много инициатив грузинским властям, чтобы какую-то улицу или площадь в Тбилиси или в другом городе назвать на честь украинских героев или же грузинских героев, которые воюют на стороне Украины, эти инициативы постоянно отвергались и сейчас усилиями вашей партии будет и такая улица, и не только кажется улица, вот если можно, скажите об этом. Я хочу вообще сказать, что Лело очень много старается сделать для поддержки вашей страны, мы приезжали 24 февраля, наша делегация была в Киеве, мы передали гуманитарную помощь, меру Киева, господину Кличко и у нас были очень хорошие встречи и в Раде, и в других местах и мы будем продолжать. И очень важно тоже наша инициатива, чтобы тут было название героев и мы думаем, что уже вот где-то очень скоро, вот у нас 9 апреля 32 года с тех пор, как мы объявили независимость Грузии и может к этой дате уже будет возможно, чтобы мы закончили это, потому что тут очень важно, что в прошлых выборах в одном месте в Грузии, в одном регионе победила оппозиция и сегодня оппозиционное коалиционное правительство там управляет, вот это Талинджиха, и мы вот как раз стараемся там сделать то, что бы мы делали, если бы мы были у власти в Грузии, в том числе показывать другой стандарт поддержки наших украинских друзей и вашей страны. Большое вам спасибо, надеюсь, что следующее интервью, кроме грузинского флага, будет и флаг Евросоюза, то есть Грузия все-таки получит статус кандидата. Я тоже так надеюсь, слава Украине, героям слава, и скорой победы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok